Иван Золо дает концерты, вообще в шоке, я вообще в шоке, что? Белый снег, смех и радость, твое на Россию, ты других не будешь, поверженным в злоде. Это ж под фанеру поет, ну как поет, пытается. Это чё люди делал, они молятся? Пиздец, это секта какая-то Ивана Золо. Нихрена там людей, это чё, это все пришли на концерт Ивана Золо? Если говорить серьёзно, я бы и сам пришёл чисто по приколу посмотреть на это. Я думаю, что все люди по приколу и пришли посмотреть на вот это вот. Блин, он ещё и под фанеру это делает, я вообще в шоке. Блин, он ещё и не всегда попадает под текст своими губами. Я не знаю, да. В Госдуму будет внесён законопроект, разрешающий россиянам самооборону на своей территории, при незаконном проникновении в их жилище. Как в Америке, короче говоря, теперь представляете? Всё, да, да, да. Теперь сможете стрелять из окна. Гражданин, который защищает себя и свою семью на территории своего жилища, не должен доказывать свою невиновность находиться на скамье подсудимых. Только вопрос. В России же оружие это нелегально, ну... Чтоб стрелять. Пистолет и автомат ты же не можешь купить вот так вот, как в некоторых штатах Америки, чтобы обороняться. Получается, чё ты, камнями будешь обороняться? Ножом? Палками? Дубинкой? Ну такое, если честно. Пневмат? Ну... Ладно, шо я могу сказать? Ладно. Главное, чтобы этот закон не превратился в какой-то пиздец. Просто зная, как, соответственно, происходит это всё в России, как законы там работают. Вот. Будут кого-то убивать где-то, а потом говорить, да я это самооборона была, он на мою территорию зашёл. А на самом деле всё немного иначе, возможно, да? Вот. И докажи потом, соответственно. А как? А шо? А почему убили? Ну, самооборона была и всё. Вот. Ну да. Чё? В оккупированном Стаханове, Луганской области, в самом центре города, в районе автовокзала, завезённые русскими иностранными специалистами высокого класса, тупо режут барана в нескольких метрах от проезжей части в городе. Эээм... Вот, автовокзал, блядь, снимает. Блядь, такое ещё ебанатство, нахуй. Эээ... Конченые звери, блядь, такой хуйнёй занимаются. Ну, я имею в виду вот это с баранами, вот эта вся хуйня. Это просто пиздец, блядь, долбоёбы, сука. Сейчас, блядь, в центре города это делают. Это вообще... Это... Это, я не знаю, нахуй, каменный век, что ли, или нет. Ну, как бы в двадцать четвёртом году же живём... Алло. Дикари ёбаные, блядь, дебилы, сука, ебучие. Да я это даже показывать не буду. Нахер оно надо. Традиционный праздник. Да охуеть! Да вообще похуй мне на эти традиции. А если я придумаю сейчас праздник, а там будут традиции тоже резать кого-то, блядь, в центре города, это нормально будет? Нихуя это не нормально, я считаю, что это не нормально. Праздник праздником, окей, празднуйте. Но резать баранов, убивать животных в городах, на глазах людей... Вы чё, конченые, блядь? Алло, долбоёбы. Ну откажитесь от этой традиции. Всё, мы уже давно не в каменном веке живём. Или на своей родине, блядь, режьте там. Что вообще, что ли, ёбнулись? Традиции у них такие. Ебало рот такие традиции. За шо баранов, блядь? Пиздец. Я в шоке. Давайте я сейчас свой тоже праздник придумаю. И традицию. Возьму в руки там что-то и буду вот это вот. Осуждаю, блядь. Это исламский праздник. Да я в курсе, что это за праздник. Но подобную традицию я рот ебал. Реально. Я считаю, что это абсолютно неуместно и неадекватно. Абсолютно неадекватно. Этого не должно быть. Вот и всё. Это вообще... Я вообще в шоке, блядь. А в шо эта традиция даёт? Ну зарезали... Вот зарезали барана, значит. Отрезали ему голову. Зачем? Что это за ебанутая традиция? Зачем? Просто в городе... Что это настолько важно? Это настолько вот прям... Обязательно это делать? Что аж... Руки чешутся. Давайте прям в центре города это делать. Зачем? Жертвоприношение. На кой хрен? Ты в какое время живёшь? Алло, идиот. Жертвоприношение, блядь. Ты сатанист или что? Вот реально ты... Животные какие-то. Просто дикари. Сука. Фу, блядь. Кому жертвоприношение? Я ещё в шоке, блядь. В прошлом году, помню, тоже новости были. То ли в Москве, то ли ещё в каком-то крупном городе в России. Баранов этих там поубивали, блядь. Оставили на улице. Кишки вот эти вот лежат просто, блядь. В центре города. What the fuck? Я вообще в шоке. Вы ещё с ума сошли? Просто проявляю своё недовольство. Извините, что так грубо. Жопа горит. Блядь. Поршу прощения. Хех. Завёлся реально, да. Сори, сори. Бывает, бывает у меня такое бывает. Особенно, когда убивают животных. О, да ты же мясо ешь, блядь. Чё, мясо не ешь, что ли? Я курицу ем. Животных не убиваю. Своими руками ни одно животное за всю жизнь не убил. Потому что тем более в центре города. Тьфу. А курица не мясо, типа. А рыба это мясо. Рыба это рыба. Ну а курица это курица. Они режут барана, а мясо должны раздавать бедным. Истоки праздника идут к истории, когда Бог попросил Авраама сына в жертву принести. А, ну я ебал рот такие истоки. Сейчас покажу. Ебал 0,2,110 будь добрых. На скотобойню сходи, там каждый день скот валят. В курбан режут скот на мясо, чтобы делиться с соседями и малым ушами семьями. Это добрая традиция. В центре города. Чё ты мне сразу сбраковать скотобойню говоришь? Идиот. Мы тебе говорим про то, когда это происходит в городе. Понимаешь? В городе. Когда они берут с их баранов, блять. И на улицу выносят. Сравнил центры города, блять, улицы, городов и скотобойню. Вот именно не надо устраивать скотобойню, блять, на улицах города. Где дети гуляют, соответственно. Люди просто, которым это нахер не уперлось. Эту традицию не каждый мусульман выполняет. Да я же не говорю, что все в этом виноваты, нет? Вот кто это делает, тот долбоёб считаю. Так, аноним, голосовое сообщение. Ну давай, послушаем. Привет, Хесус. Короче, по поводу баранов. Когда я ещё в школе училась, ну, давненько. Так. У нас с пятого класса началась физкультура на улице, когда тепло. И вот наша вот эта площадка граничила с соседними частными домами. И там мужики вешали баранов живых, пороли им шею и сливали кровь. А потом их развешивали, блять, как полотно. И, сука, кишки им выпускали. И мы всей школой это видели и всем похуй было. Это просто пиздец. Я, блять, как вспомню, у меня аж мурашки начинаются. Это полный пиздец. Ну, я про это и говорю. Поэтому, да, я считаю, что это полное ебанатство. И кто это делает, это ебаные дикари. Спасибо за 120 рублей, аноним. Спасибо. Вот. Бадди, спасибо тебе тоже большое за 120, ну, ну, рублей. Вот. Поэтому, Бадди, иди нахуй отсюда и своё ебало дели на ноль, как говорится. И нет, не надо мне сейчас говорить. Ага, вот Хес, смотри, аудиторию посылаешь. Это нихуя не аудитория. Это идиот, который меня первый оскорбил. Вот. Поэтому можешь идти с своими баранами там пастись, где хочешь. Вот и всё. А меня оскорблять обижать не надо. В Дома Дедова задержали Вьетнамку из Дубая. Которая провозила люксовые часы внутри себя. Так она хотела избежать уплаты таможенных платежей на 3,6 миллиона рублей. На металлодетекторе у женщины внутри были обнаружены часы на почти 13 миллионов рублей. Ролекс. 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 И ещё какие-то часики. Нормальные часики, кстати. И что, она их в жопу засунула или проглотила? Я что-то не понял. Как внутри себя такое можно прово... Вообще как? Как они... Куда? Как? В смысле? Как оно влезло ей туда? Вы что, что мне рассказывать-то? Хотя тут 3 часов столько? Не, ну может быть, кстати, да. Может быть. Не, а женщинам, конечно, удобно порой такое, конечно, да, организовывать. Чисто дополнительная сумка. Из натуральной кожи, как говорится. Взял и провёз, блядь. И никто... Типа не заметит, но всё-таки заметили каким-то образом. Так, получившую гражданство США Екатеринбурженку будут судить за госизмену за перевод украинскому фонду. Та самая, помните, ещё давно была история? Она же в СИЗО сидела всё это время. Ну... Вот история продолжается. И шо в итоге? Переехавшая в Лос-Анджелес 33-летняя гражданка США и РФ, какая-то Ксения, в начале 24-го года вернулась в Россию. На границе у неё изъяли айфон, который силовики вскрыли с помощью технических средств. Хм... Шо за средства, непонятно. Там обнаружили перевод в 51 доллар украинскому фонду Razum for Ukraine. Я не знаю, что это за фонды. Сделанный 24-го февраля 22-го года. То есть... Ничего себе. В первый день, считай. Эээ... С её американского счёта причём. С американского счёта. Не с российского счёта. С американского. Спустя месяц после проверки телефона, Ксению арестовали на 14 суток под предлогом того, что она материлась на улице. То есть, её не в аэропорту арестовали. То есть, не было так, что она прилетела, там сразу её... У неё проверили телефон и куда-то там закрыли. Нет. То есть, она прилетела, её пропустили, всё было нормально. Она даже там свободно гуляла где-то, что-то делала. Но в какой-то момент, почему-то, блять, спустя полмесяца, её решили арестовать под каким-то предлогом. Чё за бред? Какого хрена? Когда у неё телефон проверяли? А, видимо, нет. Всё-таки, да, на границе изъяли. То есть, на границе у неё проверили телефон. Эээ... Там это нашли. То есть, когда она прилетела. И отпустили. А потом, спустя какое-то время, её арестовали. Сама девушка отрицала это в суде после административного ареста. Её задержали уже по делу о госизмене и отправили в СИЗО. Сегодня её дело поступило в суд. Какая-то херня. Я вообще не понимаю. Типа, а она знала, что они обнаружили этот донат? Почему она тогда сразу не улетела обратно? В этот же день просто. Ой, блять. А Байден вообще будет что-то делать? Или ему похеру? То есть, гражданина США, гражданку США арестовали. Посадили просто по приколу. Байден, алё. У тебя твоих граждан просто берут и пакуют. Ты чё? Вообще что ли? Да я в шоке. Так она же гражданка РФ. Ну, в том числе и США. Блять, надо отказываться от гражданства России. Господи, блять. Надо реально написать Майсанду и попросить гражданство Молдовы. Реально. Вот я это на днях реально сделаю, я напишу. Ну, потому что это вообще ненормально. Гоу. Я сейчас не шучу. Вы думаете, я шучу что ли? Я это сделаю. А как потом к родителям? Ну, во-первых, во-первых, имея паспорт Молдовы, например, да паспорт, я не знаю, США, я также могу ездить в Россию. Это во-первых. Во-вторых, какая нахрен разница? Даже с паспортом РФ я не могу вернуться в РФ. Причем тут, блять, родители-то, если я все равно не смогу вернуться в Россию больше никогда. Ну, окей, до лучших времен, когда что-то поменяется. Какая разница, если я не могу вернуться в Россию даже с паспортом РФ. Не важно, какой у меня будет паспорт. Хоть паспорт, блять, я не знаю, Эфиопии. Но это ничего не поменяет-то в моем случае. Я не смогу вернуться в Россию уже, все. Поэтому у меня от этого паспорта РФ уже нет никакого толку. Зачем мне паспорт страны, в которую я не могу вернуться и ничего сделать? Типа, это что же? Ну, согласитесь, это бред. Ну, это бред. А почему ты не можешь вернуться? Ну, ты серьезно сейчас, что ли? Вы серьезно не знаете, почему я не могу вернуться? Угадайте. Не могу я вернуться туда. Потому что не ждут меня там. Ну, точнее, наоборот, меня там ждут определенные люди. Я сейчас не говорю, что там прямо на границе сидят ФСБшники и такие руки протирают, ждут, когда я прилечу. То есть, вероятнее всего, у меня история будет вот примерно как у этой женщины. То есть, я прилечу, да, если я, опять же, если я это сделаю по-тихому, то есть, я, например, вообще никому не скажу. Но так неожиданно прилечу, да, никто об этом знать не будет. То вероятнее всего, да, на границе меня, естественно, там допросят, уже три года не прилетал в Россию. Скажут, ты где был? А, в Америке, да? А что ты там делал? А что ты там три года делал, да? То есть, и начнется вот эта ёбка меня там, короче говоря, в комнату отведут. Скорее всего, телефон, естественно, проверят. Вот. Ничего не найдут, короче говоря. И отпустят. Вот они меня отпускают. Я выхожу из аэропорта, вызываю такси, приезжаю в Москву. И тоже ничего не происходит. Но знаете, в какой момент что-то может начаться? Когда люди узнают, что я приехал в Россию. Когда люди узнают, что я в России, начнется полный пиздец. Потому что такие, как Стаса и как просто ГРПЗДЦ, их аудитория, еще куча огромная куча людей, которые там последние два года меня там ненавидят, начнут писать доносы в таком количестве, что просто проигнорировать это будет невозможно. Вот. И в этом случае, и уже тогда, да. Тогда уже, соответственно, обратят внимание, тогда уже, соответственно, за мной придут. Вот. А там на 15 суток, потом эти 15 суток превратятся в полгода, а эти полгода там в 7-8 лет. И больше я уже никогда не вернусь в Америку. Вот. На тебя ФСБшников посадят, как только ты билеты купишь. Ты о чем? Братан, ну я же не Навальный, правильно? Да, к моим родителям приходили три раза. Но, если я в какой-то базе у них, если я в каких-то списках, что, как только я прилечу в аэропорт, там сразу красным напишет, бля, срочно арестуйте его. Это я не знаю. Я предполагаю, что будет вот так, как я сказал. То есть, ну, понятное дело, возможно, в аэропорту меня никто не арестует, но потом, потом да. Она тебе не даст, ты интервью не досмотрел. А вообще отсутствие РФ паспорта не спасет от бутылки. Если вернешься, и у них будет желание. Да я не собираюсь возвращаться, блин, алё, Замир, ты чё? Но в этом плане, конечно, надо что-то делать. Давно уже надо что-то делать. Только сложно, понимаете? Даже отказаться от гражданства не так просто. Не так уж и просто. Вообще не просто. Вообще не просто. Ваннуату? Ээээ... Не, слушай. Мне кажется, всё-таки гражданство Молдовы получше будет Вот Тем более, я даже не знаю Типа, ну, во-первых, да А во-вторых, 120 тысяч долларов, блядь А это 120 тысяч долларов-то Я, может быть, ещё подумаю Это островное государство Да я знаю Я в курсе Но в то же время, блин, то есть, получается Я такой, меня спрашивают, ты гражданин какой страны Я такой, в Ануату Что? В Ануату Ты гражданин В Ануату? Ты что, какой-то африканец? Конечно, а что, по мне не видно Да это вообще-то островное государство А о чём? Почему сразу африканец-то? Ну, ну да, гражданин Ваты Как вариант Но понимаешь, это же покупают Богатые люди, которые могут вот так вот просто Взять и 120 тысяч долларов На гражданство выкинуть Конечно, круто, но Когда-нибудь, если у меня будет столько денег Свободных Которые я бы смог потратить на гражданство Ну, может быть Ну, может быть Может быть А у Алины нет паспорта Молдовы Ну, у неё гражданство есть Но паспорта нет Его надо получать там И так далее Но из Амси требует Но из Амси требует Вынести в список террористов и экстремистов После того, как он вышел на сцену В футболке с символикой Запрещённого Азова Бля, а что цензура-то, господи? Что за канал? А, шот Так не видно ни хера Зачем показывать, если бы взяли всё зацензурили? Что не видно-то, господи? Ладно Ещё Обращение главе СК Бастрыкину и генпрокурору Краснову Направили активисты Зова Народа Уголовку требуют возбудить по статье 205 УК РФ За публичное оправдание терроризма Общественников возмутил видос концерта В Испанской Валенсии 26 мая Где Нойс расстегнул свою куртку Под крики зрителей Размахивающих украинскими флагами На артисте была футболка с символикой Азова Ужас какой, блин Да Тем временем Монеточка попала на 26 место в чарте билборда Мирового ТикТок Её какой-то там трек обогнал песню Билли Айлиш Представляете? Вот как живут и существуют эти самые Иностранные агенты, короче говоря, да-да-да Бедные иностранные агенты, которые никому не нужны за границей Что Нойз МС, который, блядь, аж собрал людей в каком-то там В каком городе? Валенсия Вот Что Монеточка там уже в билборды попадает Какие-то среди мировых каких-то исполнителей Вот Да, то есть там Билли Айлиш обгоняет Там догоняет, я не знаю, кого ещё Тейлор Свифт Это пиздец Что там за трек такой? Ну, может быть, сделаем реакцию чуть-чуть попозже Чуть попозже Ну, стало интересно, реально, что могло занять 26 место в билборде? Я непонятно Наверное, что-то крутое Я хуй знаю Из-за непогоды в некоторых квартирах открылся домашний авиапарк В Москве Это всё Ох, ебать Вот это пузо выросло у потолка, конечно Потолок соскуфился, как говорится Блядь Жесть Это просто кошмар, это просто кошмар Пришлите просто, блядь, аварийку Зли Это всё У меня лёдчик шрыстый Я уже лошадь Это просто кошмар, это просто кошмар Пришлите срочно, блядь, аварийку Ой, блядь Бывает чё Ля какой Сын Жириновского купил квартиру в Дубае, чтобы исполнить последнее желание бати Когда политик ненадолго вышел из комы В феврале 22-го года То позвонил с последней просьбой Купить квартиру в ОАЭ Рассказал Олег Жириновский В наследство он получил 3 миллиарда рублей Не, ну раз бать попросил Хе-хе Эм Да, нормально чё Хорошее наследство Так сказал? Может быть и сказал Ну, знаете, типа Жириновский многое предвидел, да? И предсказал Вроде как Может он так это предвидел там Не знаю, увидел будущее, что Россия, скажем так Не место для покупки недвижимости Вот, знал Жириновский, что видимо в России недвижимость покупать такой себе вариант Или где-то в Америке, да? Или где-то ещё А вот Дубай Самое лучшее для этого место Возможно Ну ладно чё Купил, укупил Шо теперь, блять? А, это шо у нас тут с ТикТоком происходит? Смотрите, перед вами исследование, опубликованное авторитетным в Нью-Йорк Таймс О Здесь сравнивали алгоритмы продвижения хэштегов в ТикТок и в Инстаграм Так Да, обычных хэштегов, которые остаются Под каждым постом И которые мы все прекрасно знаем и видим Значит, что мы видим? Видите жёлтые столбики, где написано Протесты в Гонконге, Тайвань Проукраинские, Произраильские и так далее Так вот, согласно исследованию На каждые 100 показов проукраинских хэштегов в Инстаграме Приходится лишь 12 в ТикТоке То есть, по сути, ТикТок режет видео с проукраинскими хэштегами Ограничивая их показ чуть ли не в 5 раз С поправкой на разницу в аудитории Или в 10 раз, если без поправки Это же происходит и с другими хэштегами Не очень удобными России и Китая Произраильские, Тайвань и так далее Зато другие хэштеги, такие как Трамп, Хриштиану, Роналду И даже фильм Барби не ограничивается А хэштег Хэсус? Это просто для того, чтобы вы понимали, как работает ТикТок Нужные и удобные России и Китая нарративы Они оставляют Ненужные и неудобные Урезают до минимума или ограничивают показ Чтобы меньше людей Видело видео в поддержке Подожди, ТикТок же заблокировали в России вроде В поддержку Украины, Израиля, Тайваня, Гонконга И других различных тем То есть Подбиваем теперь итог Даже если вы просто зашли в ТикТок Никогда не интересовались политикой Ни на кого из политиков не подписан И с нуля начали смотреть различные Ты при чем тут моды? Не, не, тут просто идет утверждение Что ТикТок, соответственно, там урезает Или блокирует неудобные ему вещи какие-то, да? Неудобные для России и для Китая Но тот же ТикТок сам себя заблокировал в России Если он настолько пророссийский То зачем тогда себя же блокировать в России? Вот я про что Видео То с большой долей вероятности ТикТок вам покажет По сути не покажет А подсунет То, что будет направлено против Украины А не за Украину Есть еще одно интересное исследование То есть мне теперь надо ТикТоки против Украины, что ли, делать, блядь Чтобы залететь в тренды? Ёбаный свет Которое вам скажет о многом Да по сути оно вам скажет обо всем Смотрите, все очень просто На экране вы видите подсчет кэштегов За войну и против войны В первые дни войны в социальной сети ТикТок Причем начиная с 2022 года Он тупо запретил загрузку видео из России Что позволило заблокировать видео, которые выступали против войны И потихоньку начал наращивать пропуск видео, которые были за войну То есть все просто По факту, если в сухом остатке подбить итог То фактически ТикТок запретил рапсианам говорить правду о войне Вот так просто запретил Продолжим еще одно исследование Я перестану вас грузить вот этой математикой, циферками Но я за то, чтобы вы думали Смотрите Как старопсиянин Мне кажется, у вас данные Бруткингс о том, сколько контента загружается ежедневно в ТикТок С кремлевских аккаунтов То есть с первых дней войны количество яда и пропаганды, которая льется на обычного юзера в ТикТок Увеличилось в 7 раз С 20 нахрен до 140 постов в день Нихуя Ну, я лично считаю, что этих аккаунтов больше И постов в десятки раз больше Но просто 140 это то, что исследователи... Ну и правильно, что это ТикТок хотят запретить в Америке в таком случае Вот и ждем, когда его тут закроют нахуй Вот Ну или ТикТок прогнется и отдаст весь свой ТикТок Америке И тогда мы там как начнем против войны ТикТоки делать И залетать в тренды, и все Реально Не, ну а что это такое? Если все это правда, то это же реально пиздец какой-то Да Кстати, факт У меня ватная параша чаще вылезает Фейсбук это вообще пиздец Ну, я в ТикТоке не сижу, я хрен его знает Я не могу тут ничего сказать Вот, поэтому я, ну такое Типа, да, конечно, сейчас могут сказать Ну, а вот на Ютьюбе же тоже блокируют каналы, которые за войну Ну, ты тоже не сравнивай, блять Блокировать тех, кто против Да, или как-то там урезать их в чем-то И блокировать тех, кто буквально за убийство выступает Это разные вещи все-таки Вот, поэтому абсолютно разные вещи О, шо там с Кадыровым? Какое-то развлачение мне говорили Кадыров занимался сексом с детьми Чего, блять? 14-15 лет Рамзан Кадыров неоднократно занимался сексом с девочками Не застигшими возраста сексуального согласия В России это 16 лет Они рожали ему сыновей Официально матери, у которых признавалась другая женщина Установила издание проект в фильме Вертикаль Кадырова На основании разговора с людьми в окружении Кадырова А также полученных семейных документов В 15 лет Фатима какая-то родила Кадырову его второго сына Элли На момент зачатия ей было 14 лет В 16 лет Замира какая-то Родила главе Чечни его третьего сына Адама На момент зачатия ей было 15 лет Официально матерью Элли и Адама Кадыровская пропаганда называет его первую супругу и мать-героиню Какую-то там Проект установил имена еще нескольких девушек Которым не было 18 лет Когда глава Чечни занимался с ними сексом Кадыров предпочитает Девственно юных девушек Школьниц или студенток первых курсов Пиздец У него есть помощник Который хранит контакты множества молоденьких чеченок Десятки, может сотни Рассказал изданию знакомый руководителя Чечни Я вахуй По словам другого собеседника проекта Когда Кадыров только возглавил Чечню Его люди брали девушек по беспределу Могли поймать и отвезти к боссу прямо с улицы Многие из этих девушек так и живут с клеймом Бывших наложниц Кадырова Которых он лишил действенности Из-за чего их потом не берут в жены Чеченская певица Тамила какая-то Привела имена 11 девушек Вступающих с Кадыровым в сексуальные отношения И рожавших детей В песне Мой нана Нанак Нанак и изменено Измененное домашнее имя Кадырова Которое дети называют Нанат Фатимас Тут чё блять за хуйня Короче, ничего себе Да То есть это какой-то фильм вышел Я так понимаю Какое-то расследование Какое-то видео, да Вот это Два с половиной часа Ё-моё, шо это такое Не, ну я сегодня, конечно, смотреть такое не буду У меня немного планы другие на сегодняшний стрим Вот У Кадырова несколько постоянных жен Хотя российские законы и запрещают многоженство А также огромное число наложниц Впрочем, наложницы не совсем точный термин Ладно, короче, понятно всё с этим кадром Я не удивлён, в принципе Ну как бы вообще не удивлён Так что Да